В продолжении темы о моем предложении властям Наровой поменять готовящийся к демонтажу памятник Т-34, с которого сняли статус памятника, и его дальнейшего демонтажа и хранения. И моё предложение было такое, что я готов поменять данный памятник на высшую награду Эстонской Республики, крест свободы, первой степени. Потому что, по моему глубокому убеждению, этот знак является символом Эстонии и самопочитаемой наградой Эстонии. Но, так скажем, на данный момент официального уведомления и ответа я, к сожалению, не получил. Но из, так скажем, публичного комментария представителя администрации города Наровой, ну, для себя я уже выводы так сделал. Потому что, ну, меня больше всего удивило, не там конкретный прям отказ, да, это было ожидаемо, но формулировка отказа. Что им поступают предложения продать этот танк или поменять на что-нибудь. Ну, продать понятно, что, в принципе, дороже денег, а вот поменять на что-нибудь, вот эта фраза мне уже много говорит о отношении власти Эстонии к своим символам. На что-нибудь, ну, что-нибудь это может быть, ну, мешок картошки, там, вагон коньяка, я не знаю, что им предлагали в обмен. Но назвать чем-нибудь и что-нибудь национальный символ своей страны, ну, у меня, честно, как коллекционер, как человека, ну, в принципе, мне это непонятно. Мне вот хотелось задать вопрос, прежде чем дать такой ответ, с кем консультировались власти Нарвы? С историками, с краеведами, с учеными, с геральдистами, что им дали такое, ну, свожу с него мнение, что крест свободы, высшая награда Первой Эстонской Республики, это получается что-нибудь. И, наверное, сейчас я не на долгое время, наверное, стану не патриотом России, а патриотом Эстонии. И хочу обратиться именно не к чиновникам Эстонии, а к гражданам Эстонии, которые помнят свою историю, чтят ее, и, наверное, понимают, что такое для страны крест свободы. Это награда высшего ранга, выше ее нету. И когда закончилась война Эстонской Республики, прекратили награждение этой награды, чтобы не понижать ее стоимость и значимость, просто прекратились награждения. И она ведется, будет награждаться только тогда, когда республика будет защищать свою территорию ценность. Вот что значит. Эта награда поставлена в Таллине памятник за многие миллионы евро. Это символ, это место притяжения. А в устах эстонских чиновников это просто что-нибудь. Сейчас немножко, понимаете, как получается, исходя из этого вышесказанного, Эстония – страна трудолюбивая. И сейчас граждане Эстонии что-то делают для своей страны. Работают в науке, в спорте, в искусстве, везде. Также зарубежные партнеры помогают республике. И, естественно, сейчас выдающихся людей Эстонии чем-то награждают. Такими же высшими символами. И человек, принимая награду из рук эстонских чиновников, если он искренне думает, что его награждают орденом, медалью, почетным знаком. Но для чиновников, которые награждают этих людей, это не символ благодарности или чего-то, а это просто что-нибудь. И вот это, конечно, меня больше всего возмущает. Здесь не политика, сейчас не про танк. Здесь про историческую память. И отношение людей, которые облечены властью, к этой самой исторической памятью. Теперь немножко, так скажем, для россиян. Чтобы тоже было понятно, что это за крест. Потому что я понимаю, что эстонские награды для простого российского, скажем, человека, это что-то очень далекое. Но я постараюсь все это упростить, вне всяких научных терминов. Есть у нас очень почитаемые награды, высшие награды, так можно сказать, орден Победы. Их было выпущено 21 орден. Он везде, в изображениях, в музее. Это символ, это наша гордость, это награда. Орден Победы. Но так получилось, что в 90-е годы из 21 ордена один орден оказался за рубежом. Конкретно в Америке, в частной коллекции. И представьте на секундочку, что в данной ситуации, у нас же много тоже по стране стоят паровозов американцев, которые обставили по длинной лензу, самолеты Аэрокобра, которые там, ну, выполняют в роли памятников каких-то монументов. Они еще есть. И если бы сейчас, грубо говоря, мы решили бы избавиться от какого-то там паровоза, самолета, американского танка, приняло решение о демонтаже. И нам бы в Россию поступило предложение с Америки, что они готовы отдать в Россию наш высший орден, орден Победы, в обмен на этот паровоз, танк или самолет. Ну, мое убеждение, что вопрос бы у нас решился за полчаса. И в нагрузку еще бы, наверное, ну, я не знаю, составов 10, наверное, с нефтью бы им подарили. Вот, чтобы вы понимали, о чем идет речь, о каком уровне символа государственности. Я люблю Эстонию, люблю историю ее, я изучаю ее. В принципе, мне нравятся люди Эстонии. Но вот эта вот ситуация, которая сейчас складывается, она просто для меня непонятна, непонятна. Она для меня дико. Воевать с памятниками, ну, это бессмысленно. Потому что с древних времен в Египте разрушали и пирамиды, и гробницы. Но сейчас же ученые все восстановили по крупицам. Все равно история восстановится. Нельзя историю уничтожить. Танк убирают под видом, его уберут в безопасное место. От чего? Они хотя бы пускай сформуют, какая опасность угрожает в данный момент танку, который стоит на армии. Какая такая опасность, что его нужно убирать в безопасное место. Вот эти вот предметы, вот моя коллекция, да, она хранится в безопасном месте, в адресской ячейке, так скажем. Потому что, да, есть опасения. Но только для этого. Ну, при первой возможности она выходит на всеобщее обозрение. И меня удивляет, почему правительство Эстонии отказалось от этого предложения, даже не рассматривая его. Просто категорично под видом, что им предложили что-нибудь. Что-нибудь это вот. Вот, высшие награды. Вот они, кресты всех степеней. Высшие награды Эстонии, не говоря о всем других символах. Я выскажу предложение же, что если они собрались демонтировать 400 памятников, я готов их поменять, эти памятники, на экспонаты из моей коллекции. Здесь уникальные вещи, которые имеют для Эстонии культурно-историческую ценность. Но, к сожалению, правительство Эстонии решило по-другому. Сейчас много комментариев, много всяких мнений и в России, и за рубежом. Ну, вот, просто хотел немножко пояснить по этим комментариям. Есть такие комментарии, что я очень сделал хитрый ход коммерческий. Что если Крест Свободы на аукционах продавали за 15 тысяч долларов, а танк Т-34 на зарубежном аукционе можно продать за 10. Ну, прибыль очевидна. Но хочу огорчить, кто так считает. Потому что, так скажем, я же озвучил, что этот танк будет мной передан в один из музеев России, если получится. И второй вопрос. Я не знаю, как там за рубежом к этому относятся. Министерство обороны Российской Федерации сохранение бесплатно отдает технику времен войны, танки, пушки, самолеты и так далее, для установки их в парках Патриот и муниципалитет. Бесплатно. Мы в России не видим коммерческую стоимость нашей истории. Она должна стоять там, где она должна стоять. В память наших будущих поколений. Вот по этой ситуации. Вторая ситуация, что награды Эстонии – это символ, так скажем, их агрессии, их войны против Советского Союза, против России. Но это тоже не совсем так. Если возьмем Первую Республику, вот эти награды за борьбу за независимость. Сейчас понятно, что в личных обществах Балтики и Европы это не принято вспоминать. Но в то время Эстония вела войну не с Россией, с одной. Она вела войну, боевые действия с Советской Республикой, с молодой, с моими соседями, с Латвией за территорию, за территорию целостность, и также с немцами прибалтийскими. Она воевала на три фронта. Об этом сейчас почему-то молчат. Так же, как молчат французы, что в Первую мировую их спасла наш отдельный полк, который из России приехал во Францию и спас Францию от позорного разгрома. Об этом тоже сейчас молчат. Так что это награды, они не с Россией воевали, они тогда воевали все против всех. И не обязательно, что на этих наградах на них крови нет. Для понимания, вот синий эмаль, синий эмаль – это обозначает гражданские заслуги. Именно вот этим орденом награждались люди, выдающиеся люди, в том числе и первый президент истории был награжден этой наградой. И главы других государств, которые помогали в то время Эстонии, и выдающиеся деятели именно по гражданской линии. Маннергейм, президент Америки и так далее, и так далее. Выпущено было таких наград именно в такой расцветке 110 награждений. Их было всего 110. Но беда этой награды, что она сделана из чистого золота. И за все это время большинство, да практически все награды, были просто в силу друг друга, просто переплавлены в золото. Их не осталось именно как награды. Их можно посчитать в мире единицы. Единица. В чем ее уникальность? Ей же поставили памятник в городе Таллина. А вернуть на родину, почему-то у власти Эстонии нет желания. Официального ответа мне не было. Я сомневаюсь, что он будет. Потому что кто я, простой, так скажем, россиянин, и правительство Эстонии, там, Нарвы, ну, и это уровень. Для них это уровень. Потому что они искренне считают, в этих странах, что мы другие. Что они одни, мы другие. Ну, да, я соглашусь, мы другие. И это связано с тем, что в нашей Самаре в 20-е годы был сильный голод, который мы помним до сих пор. И мы помним, что на борьбу с этим голодом в Самару прибывали представители Эстонского Красного Креста. И наши экскурсоводы, проводя экскурсии по старому городу, показывают жителям и гостям нашего города здание, где располагался этот самый крест. И мы это помним, и мы это не скрываем. Мы это из памяти не вычеркиваем. И даже сейчас есть инициатива, я даже из своей коллекции делал фотографии, есть идея на этом здании сделать мемориальную доску. В честь памяти и благодарности Эстонскому Красному Кресту за то, что они сделали сейчас для нашего города. И я уверен, что наши власти, городские, губернатор, наши депутаты, они эту идею поддержат. Они поддержат эту идею. И будет эта доска в Самаре, в память об эстонцах, которые спасали нашу идею от голода. Поймите, наш город очень большой, Самара, очень, так скажем, с хорошей историей. И на наших кладбищах, мумблевых, есть, так как во время войны, в основном, здесь были госпиталя, располагались военные, и Первая мировая война, и Вторая мировая война, и все фамилии, кто умер в наших госпиталях, с Первой мировой по Вторую мировую, они все высечены. И среди этих фамилий, начиная с 2014 года и кончая в 1945, есть прибалтийские фамилии, выбитые, которые погибли за Российскую империю, или за Советский Союз военнослужащие. Но если представить, в каком страшном сне, что наши власти решат удалить эти фамилии, удалить память эстонцев, лутышей, литовцев, которые высечены, я вам заявляю, весь город выйдет на защиту. Весь город на защиту, потому что этого делать нельзя. Я стараюсь отслеживать все формулы коллекционеров, наших, зарубежных, просто в силу своей заинтересованности. И очень, так скажем, мне однократно статковалось такой ситуацией, что наши западные, в том числе и прибалтийские коллекционеры, так называемые коллекционеры, делают следующие вещи. Ну, например, берут какую-то награду, которую в времена Второй мировой войны, нашу советскую, медаль, орден, за которую люди жизни отдавали, наши солдаты, и вешают на шею своим питомцам, кошечкам, собакам и так далее. Гербами Советского Союза и флагами Советского Союза они украшают свои туалеты, отхожие места. Вот хотел бы к ним обратиться, чтобы, почему мы другие. Например, русские коллекционеры, да и русские люди, никогда себе такого бы не позволят. Потому что мы ценим не только свою историю, но и историю соседей и других стран. И, к примеру, вот если взять вот этот вот знак, да, это знак скаутского батальона. Это американец эстонского происхождения. В 19-м году, когда началась борьба за независимость Эстонии, продал все свое имущество, приехал в Эстонию и на свои деньги создал и вооружил батальон, который принял участие в защите Эстонии. И у нас есть и такие знаки, и есть домашние животные. Но мы это уже не делаем. Мы относимся бережно и к своей, и к чужой истории. И вот этот штандарт батальона самообороны эстонский, он, видите, он находится в рамке под стеклом, а не висит в отхожем месте. И у меня большая просьба к западным коллегам-коллекционерам, кто на этих темах собирают, выставляя наши награды таким образом на своих домашних питомцев, чтобы они помнили, что у нас есть подобные награды, есть домашние животные, но мы никогда себе не позволим сделать что-нибудь похожее. И в заключение, наверное, опять патанг многострадальный. Как я знаю по информации и за это будут приниматься решения. одно из решений, что он будет перемещен в музей. В связи с этим я просто такой интересный вопрос. В какой музей будет перемещен и в качестве чего? Потому что, к сожалению, мы уже этой истории проходили. В Таллине на задворках музея стоит разрушенный, изувеченный памятник моему земляку, моряку Балтийского флота Никонова. Тоже он находится в музее, так называемый. Но в качестве кого он находится в этом музее? Как экспонат оккупанта. Его поставили, сделали главным оккупантом наряду с Лениным памятником и Сталина. Это 20-летний мальчишка, которого заживо сожгли фашисты, стал для почему-то эстонского музея символом оккупации. Это неправильно. это маразм. Это запредельно, я считаю. И я не хочу, чтобы с танком случилось то же самое. Какая будет вывеска под этим танком? Танк, который освободил Эстонию от немецко-фашистских захватчиков, это одно. А если будет написано, что это танк оккупантов, согласились, это другое. Это не экспонат. Это еще раз плевок в нашу общую историю. Спасибо за внимание и с нетерпением жду официального ответа мэрии города Нору. Спасибо.